Привет, друзья! И с вами я, Михаил Шилов. Хорошо ли быть снобом или циником? Как вы считаете? Хороший скепсис и здоровый цинизм – это залог адекватного и правильного подхода к обсуждению абсолютно любой темы. Будь то темы, в которых я постоянно работаю, медицины, боевых искусств, спортивной медицины и так далее. Будь то темы искусства, литературы или чего-либо. Дело в том, что правильных точек зрения на самом деле, наверное, не существует. Мерилом всему является практик, логика, здравый смысл. Это да, безусловно. Не всегда человек, обладающий хорошей логикой и здравым смыслом, может на практике подтвердить свои сентенсы. Такое тоже бывает, особенно если у него для этого нет необходимых и должных, предположим, физических каких-то кондиций. Поэтому, когда идет разговор о том, в теме боевых искусств, что типа «докажи свою позицию, выходи на ковер над татами и там покажи, что ты можешь, если проиграешь, значит ты не прав», это напоминает суд поединком, когда может быть выставлен совершенно дебильный аргумент, например, что белое – это черное. И по этому поводу будем сейчас друг другу доказывать. Кто победит, тот и прав. Даже если победит тот, кто скажет, что белое – это действительно черное. Это не работает. Надо оценивать целую совокупность различных вещей. И мерилом практики является большая подборка. Есть такая тема, как статистические данные, статанализ. Не должен каждый человек доказывать свою позицию личным опытом, например. Это я заступаюсь за абсолютное большинство тех теоретиков от боевых искусств, которые у теоретиков и практики отчасти, может быть, которые пишут на различных форумах, в сообществах, пытаясь отстоять свою позицию. Я просто хочу подсказать им, каким способом можно свою позицию укоренить. Во-первых, нужно подвести под нее хорошую антиоретическую логическо-аргументированную базу с помощью таких вещей, как наука, логика и здравый смысл. А во-вторых, попытаться подкрепить ее примерами из жизни. Слава Богу, сейчас существует огромное количество различных соревнований, мероприятий, где встречаются сторонники совершенно разных видов боевых искусств, которые взаимодействуют между собой. И когда накапливается определенный статистический опыт, его можно объединить, его можно применить в качестве своей доказательной базы. Вот тогда и получится, что вы используете в качестве доказательства опыт, пусть не свой, пусть чужой, пусть вы используете статистику не собственных боев, но чужих, но в то же время это будет нормально работать. Дальше. По поводу взаимодействия людей при обсуждении различных тем в плане боевых искусств или вообще любой темы, которая только есть. Я считаю, что высказывать имеет право свою точку зрения абсолютно любой человек и абсолютно любую точку зрения. Вопрос в другом. Он должен высказывать точку зрения на предмет. Предположим, обсуждается тема, ну пусть абстрактно, вот самая тупая, дебильная, что лучше, там, карате или бокс? Всегда при обсуждении этой темы никто не должен уйти на обсуждение чего-либо другого. Например, личности своего, там, нотопонента, там говорить, например, то, а, почему вы на эту тему можете рассуждать, да, видел я ваши видео, там, какая-то херня, там, да, вот вы ничего не понимаете. Блин, друзья, вот так пишет, даже если вы оправы, вот вы поймите, что откуда вы знаете, понимает человек или не понимает. Вы можете с ним быть вообще не знакомы, не знать его концепцию относительно других вещей. Тогда любая его сентенция, она не будет частью его совокупной системы ценностей. Поэтому вы не можете, понимает он или не понимает, кроме того, точка зрения имеет права на жизнь. Не имеет права на жизнь обсуждение личности человека, когда пытаются нападками на личность принизить его точку зрения. Вот это полная фигня. Это неверно. А споры, хоть с пеной у рта, о предмете, то есть обсуждении, могут вестись очень даже запросто. Это без проблем. Поэтому я просто призываю тех, кто смотрит это видео, кто потом его будет цитировать на различных форумах и в сообществах по моим искусствам или по каким-то другим, самую главную сентенцию поймите. Я просто, как в качестве резюме скажу это, никогда не переходите на личности, если у вас есть или даже нет уже какой-то серьезной аргументационной базы для того, чтобы доказать. Это очень важный момент. Тогда вы сможете обмениваться даже противоречивыми мнениями, не загоняя человека в тупик, когда он, дабы не потеряв свое лицо, тоже должен будет отступить от темы обсуждения. И все скатится в хай, а тема останется там, где она и была. Ну и очень важный последний момент. Я хочу сказать, что споры в социальных сетях на любые темы, да и вообще споры, на мой взгляд, совершенно неконструктивные темы. Предположим, у вас есть какое-то мнение, у меня есть какое-то мнение. Я высказал вам свое мнение, вы высказали мне свое мнение. И не надо нам спорить. Мы ушли и стали думать на эту тему. Если мне показалось что-нибудь аргументированным и интересным в вашем возложении, я обязательно это обдумаю и сделаю вывод. Тоже так же вы, наверное, поступите. А вот если мы спорим, то мы прежде всего думаем не о том, какая точка зрения у нашего оппонента, что он хочет высказать нам. А мы думаем о том, как отстоять свою точку зрения, поэтому мы его все равно не слышим. Нам все равно, что он говорит. Мы хотим ему доказать свое. И диалог превращается в дуалог. Когда мне не важно, что говорит оппонент, мне важно, что я хочу сказать. Вот это спор. В споре никогда не рождается истина. В споре рождается конфликт. Вот это 100%. Поэтому если у вас отличная точка зрения от той, которую вы хотите обсудить, вы так и излагаете, что прочитав то-то, то-то или посмотрев то-то, то-то такого-то человека, я хочу сказать, что у меня есть своя точка зрения отличная от нее. И я вам хочу ее изложить. Ну то все, излагаете. И если там будет аргументационная база хорошая, подкрепление научными знаниями какими-то, статистикой и примерами, то, безусловно, это будет интересно. И, возможно, даже ваш оппонент, если не полностью примет вашу точку зрения, то, по крайней мере, ее воспримет и оценит. И, возможно, какие-то ее части, ваши доказательные базы покажутся ему интересными и действительно верными. Вот это конструктив. Ну и все, друзья. Салют. Салют.